Ребята, всем привет! Сегодня будет нестандартное видео, я хотел вам показать и поговорить на тему, когда пенсионеры сюда приезжают в город Сочи. Вот к нам в офис пришли два пенсионера, и у нас состоялся с ними достаточно немаленький длительный разговор по поводу их возможного переезда, покупки недвижимости и так далее. Часть я сейчас вам покажу, просто беседуя, на какую тему мы беседовали, часть осталась у нас за кадром. Вы сюда приехали сюда поискать себе квартиру, правильно? Ну, в первую очередь, вот, житься в этой третьей жизни. Да, я понял. Я имею в виду, что у вас еще не продано жилье, вы ищете просто вариант, чтобы переехать, правильно? Конечно. У нас какое-то количество денег есть, конечно. Ну, первый какой-то разнос там или еще что-то, да? То есть вы обращались к риелку, который вам предложил сейчас запранировать квартиру, а потом дождаться продажи вашего имущества, правильно? Ну, я вас так понимаю? Ну, да. У вас это немного насторожило в плане того, стоит ли это делать или нет, правильно? Правильно, да. Потому что мы там застрянем, застрянем, мы не знаем, там, сейчас, вот. Мы, в принципе, в таком возрасте, вот, у вас уже почтенный возраст, вам не страшно сюда приезжать? Не знаю. Мы пожили. Как здесь? Сколько вы уже здесь пожили? Мы, ну, с 4-го. С 4-го числа. На месяц. На месяц? Ну, нравится? Ну, нравится. Ну, смотрите, принимать решение о покупке в таком возрасте, конечно, вам все-таки надо, чтобы был кто-нибудь рядом, молодой, кто-нибудь, кто проверит документы. Вот вам предложили тот же, как вы сказали, апартамент, да, апартамент. Ну, это же для отдыха исключительно. Да, нет. Не подходит для жизни, для стариков, которые... Ну, мы это... Ну, она, правда, вся полностью там отдельная. В Сочи, я вам скажу, в Сочи очень много подводных камней. Очень много. Начиная от назначения земли, многоквартирный дом, как он сдавался, по судам и так далее. Какие-то дома могут и попасть в какой-то список под снос и так далее. Поэтому здесь вы относитесь к этому очень-очень скрупулезно. Если вы, вот, были, допустим, там, смотрели Пасфор, смотрели, допустим, там, Кватором, вот это вот, ну, хорошие объекты. То есть, надо понимать, что как раз-таки бегомыз для вас, для пенсионеров, он больше подходит к вам, как бы, потише. Допустим, когда ритм жизни у него, он меняется, допустим, лето много, зимой там спокойно, тишина. Он же ездить никуда не надо, ни на какую работать, то есть там, перевал вас этот не волнует. Вам нужна равнинка, правильно? Вам нужны социальные объекты, вам нужны магазины, ну и придумывая хорошие территории. И чтобы ваши деньги, так сказать, которые вы вложите и купите в городе Сочи, просто не прошли куда-то мимо в карман какого-нибудь застройщика. Что-то покупать здесь на этапе строительства я вообще не рекомендую, только с данным. Понятное дело, что вы будете присматриваться больше к варианту, который будет иметь уже хоть какой-то ремонт. Я это прекрасно понимаю, потому что, ну на самом деле сейчас ремонт это дорогое удовольствие. Если только вам какое-то, допустим, предложение не сделают ниже рынка, например, в данном доме, и на оставшуюся сумму, которая у вас будет, вы смогли бы себе позволить этот ремонт. А так, конечно, вам преимущественно надо смотреть что-то готовое, что-то сданное, непроблемное, с подключенными всеми коммуникациями, чтобы дом был уже жилой, протапливаемый. Ни первый этаж, ни электрическое отопление для вас это не нужно. Но первый этаж, он, конечно, на любителя, если это ФЗ-объект вас не смущает, например, то бывает высокий целый, хорошо, если там газовое индивидуальное отопление, это ваша там, так сказать, пенсия, она будет, ну, вам будет очень даже хорошо платить за газовый индивидуальный котел, потому что... Так вот, после этого хотел бы я отметить те моменты, которые у нас, так сказать, не вошли в беседу на видео, да, это такие вот моменты, как вот и поговорить в том числе, да, вот у нас аудитория разная, в том числе, видите, в уважаемом, в таком преклонном возрасте люди смотрят и наш канал, да, по переезду, если у них в голове это есть, то, конечно, информацию откуда-то надо брать и, соответственно, вот люди просто обратились ко мне с советами, то есть по поводу переезда. Итак, давайте мы разберем небольшую тему. Люди преклонный возраст собираются переезжать после 70 лет. Другой вопрос. Каждому по состоянию здоровья понравится, не понравится, смотря как человек этот климат переносит, это уже вторично, да. Самое главное, что это уже люди, которые, как сказать, без какой-то молодой поддержки, им будет сложно не проживать, а хотя бы здесь что-то приобрести, потому что в Сочи, сами знаете, какая недвижимость, здесь подводных камней просто много, а такие доверчивые люди, которые воспитывались еще при СССР, да, и они надеются на то, что все здесь хорошо, вот, могут попасть в просаг, поэтому покупать здесь недвижимость стоит только исключительно со статусом квартиры, в таком возрасте почтенным. Я считаю, что люди, которые уже прожили 70 лет, дом какой-нибудь, домик там, например, да, в земле поковыряться, это уже не их тема, ну, правда. Пора признать, что вы свое уже время отковыряли, отстроили, отпахали, поэтому пора в 70 лет, если вы переезжаете в город Сочи, в наш прекрасный город с прекрасной экологией, климатом, отдыхать, ходить по паркам, сидеть на балкончике на свежем воздухе, я не знаю, там, покупать какие-то свежие продукты, домашние, да, кубанские, на ярмарки какие-то ездить, гулять по набережной, если есть такая возможность, где вы будете покупать свою недвижимость. Но вот это именно такой сейчас у нас период времени, а не в дом вкладываешь. Что такое частный дом? Вы же сами видите, какие подводные камни есть, в том числе есть и такие ситуации, когда размывают дороги там, я не знаю, отсутствие той инфраструктуры, которая нужна именно пенсионерам в таком возрасте, чтобы они могли дойти пешочком, допустим, до поликлиники, либо доехать на автобусе. А чаще всего, если скромные, мы говорим по бюджетам дома, находятся в таком отдалении от той инфраструктуры ежедневной, сетевых магазинов, где проводятся какие-то акции с хорошими ценами, да, какие-то ярмарки, просто вы не дойдете и соответствующие уклоны и так далее. В 70 лет пора иметь именно квартиру обязательно с лифтом, например, да, желательно с индивидуальным газовым, например, отоплением, либо центральным, чтобы это было не электрическое, недорогое, чтобы у вас по вашему бюджету, пенсионному, да, с вашей пенсии, вы не переплачивали за коммунальные какие-то платежи. Ну, конечно, в 70 лет бывают люди и богатые, тут спора нет, у нас разный социальный слой населения, но, тем не менее, я говорю про, вот, на примере тех уважаемых людей, которые к нам сейчас приходили. Меня удивилась ситуация, когда, вот, они рассказывают, что они походили, посмотрели места, вот, они совершенно не ориентируются по самому городу Сочи, были и в Дагомысе, соответственно, да, им он, в принципе-то, понравился, понравился им Босфор, понравился им Кватро, своего территории, но с теми людьми, с которыми они связывались и, соответственно, те люди, которые предлагают им недвижимость, будь то риэлтор, будь то собственные квартиры, которые говорят, это моя квартира, я тут продаю, почему-то из них вытягивают вот эти вот задатки, которые невозвратные, ну, ни в коем случае этого делать не надо. У вас еще есть недвижимость не продана, и вы хотите здесь что-то купить, присмотреться, вы только сюда приехали, только посмотрели и обратно к себе продавать. Не надо никаких задатков здесь оставлять, невозвратных и так далее. Кто знает, сколько ваша недвижимость будет в итоге в вашем городе продаваться? В данном случае, вот, приехали из Новосибирска пенсионеры, то есть, соответственно, я не знаю, как у вас там недвижимость в Новосибирске продается быстро, нет, это, может быть, надо опускать цену и так далее. Вот. Нужно ли рубить канаты, так называемые, да, если у вас не одна недвижимость? То есть, все ли продавать и сюда в таком возрасте переезжать, и не имея отходного, так называемого, пути, тоже не нужно. Если у вас есть там 2-3 квартиры, домик какой-то остается, еще оставьте, посмотрите, здесь поживете, понравится, не понравится, может быть, будете вот в такую сильную жару, которая здесь есть пару месяцев, да, переезжать туда, там отдохнули, приехали обратно на зимовку. Не понравится, будете только летом приезжать, можете эту квартиру в Сочи, ликвидную квартиру сдавать и получать какой-то пассивный доход, соответственно, для пенсии вам будет очень даже неплохо. Вот. Но вот еще раз повторюсь, если вы здесь у себя что-то не продали, не стоит здесь бежать и что-то подбирать, что-то искать и так далее. Меняется всегда у нас обстоятельства, меняются цены, меняется у нас экономика, меняется все, что угодно, и война начнется, закончится и так далее, от всего этого будет зависеть, в том числе и ценообразование по недвижимости. В общем, вот такую небольшую тему затронул, вот, она, конечно, более углубленная, потому что задавали вопросы и по поводу там, как здесь с медициной и так далее, здесь можно перечислять очень-очень много. Есть мнение у нас комментаторов, которые предпочитают, чтобы такие пенсионеры именно жили только в Москве, потому что там уникальная вся там медицина на высшем уровне и так далее, что им там будет лучше, но я так не думаю, иначе зачем бы сюда пенсионеры переезжали именно в Сочи, например, да. Не забудьте о том, что у нас рядом Краснодар. Буквально 5 часов на комфортабельной электричке, на Ласточке, вы доедете до Краснодара и, пожалуйста, там, если у вас здесь проблемы будут, которые нельзя решить, например, да, в медицинском направлении, там все это решат без проблем. Но вы знаете, что такое Москва и знаете, как там работает, и какой уровень там по цене что-то там вылечить и так далее в сравнении, например, с таким, как Краснодар. Ну вот я так считаю. Я думаю, что многие, если сталкивались с этим, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так что, уважаемые пенсионеры, которые смотрят наш канал, я думаю, что это видео очень вам полезно. Пишите в комментариях, звоните, пишите, если вам необходима какая-то консультация. Я рад буду помочь, понимаете. Вот пенсионеры эти приехали, я конкретно говорю, вы, если хотите что-то купить, пожалуйста, ко мне обращайтесь. Мы с вами лучше съездим, посмотрим вариант квартиры и так далее. Сделаем самую низкую цену. Я даже комиссию брать не буду. Сделаем так называемый интересный контент для людей, которые смотрят наш канал. Нам ремонтов достаточно, ребят, чтобы зарабатывать денег. Но, честно говоря, жалко таких именно людей, которые без помощи молодых, так сказать, своих детей, которые могли бы поспособствовать, допустим, именно вот этой покупке, они самостоятельно вот эти вот решения какие-то могут принимать. И, в частности, как вы сами уже увидели, да, то есть там задатки требуют. Можно совершить фатальную ошибку и выкинуть эти деньги. А для пенсионера там 100 тысяч задаток, я думаю, что это, ну, в любом случае, это большие деньги. В общем, жду от вас обратной связи. Пишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли в 70 лет переезжать в Сочи. Ну, повторюсь, данным конкретным пенсионерам, возможно, это не будет относиться в плане того, что стоит или не стоит. Мы речь идем не про них, а про вашу историю. То есть вы конкретно думали, переехали, живете здесь, планируете переехать. Почему? Потому что разные есть люди, еще раз повторюсь, разные, разное здоровье. Кто-то прожил в Казахстане, например, там тоже температура, извините, по климату тоже жаркая, поэтому кому-то это привычное дело. Все, удачи, жду вас в комментариях, пока.